Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня проверяем почту и меняем шрифт. Борьба с чужаками в почте Google. Технический гигант стремится помочь пользователям обезопасить себя от вредоносных программ и спама. Очередная функция для этого — ярлыки для внешней почты. В сервисе внедрена новая возможность ограничивать потоки писем от сторонних организаций. Речь идет, конечно, о случаях, когда Gmail используется в качестве рабочей почты. Теперь письма от всех адресатов, кроме коллег, будут помечаться как внешне. Соответствующий ярлычок желтого цвета будет отображаться в мобильных приложениях и в веб-версии почтового клиента. Таким образом, юзер будет предупреждаться о том, что стоит внимательно отнестись к источнику письма. Развертывание новой функции займет до 15 дней, сообщили в компании. Майкрософт снова меняет шрифт по умолчанию. В корпорации считают, и они написали об этом в пресс-релизе, что для этого настала пора. Ведь, далее цитата, шрифт по умолчанию зачастую создает первое впечатление — это визуальная идентификация для других людей. Теперь пользователи программ Microsoft Office при открытии нового документа не будут использовать шрифт Калибри. Он, кстати, был шрифтом по умолчанию с 2007 года. Тогда он занял место Times New Roman. Для замены Калибри есть целых пять новых специально созданных шрифтов. Майкрософт еще не сделала свой выбор и просит пользователей помочь ей в этом. Но известно, что изменения вступят в силу в 2022 году. Apple добавила новый инструмент для разработчиков в бета-версию iOS 14.6. Ранее компания выпустила новый релиз своей операционной системы с индексом 14.5, в которой представлены такие функции, как отключение, отслеживание рекламы в приложениях и поддержка AirTag. А в следующую версию добавят патч, который был протестирован разработчиками и в публичной бета-версии. Она поставляется с инструментом, позволяющим обеим группам обновиться до версии кандидата iOS без необходимости удалять свой профиль. Пользователи найдут эту опцию в меню обновления программного обеспечения, где появился раздел «Также доступно». Все это затеяно для продвижения новой функции для отключения отслеживания пользователей сторонними приложениями. После загрузки нового апплета на экране будет появляться уведомление с предложением настроить отслеживание. Кстати, нововведение уже вызвало горячие споры. Представители Facebook явно недовольны, ведь это повлияет на работу их рекламных сервисов. К другим новшествам версии 14.6 относится возможность разблокировки яблочных смартфонов с помощью сервиса Face ID, даже когда пользователь в медицинской маске. Но это актуально только если у него есть Apple Watch и они надеты на руку. Также были внедрены новые смайлы, в том числе с разными оттенками кожи для смайликов, целующаяся пара и пара с сердечком. В Павлодаре разработали приложение для туристов Travel PVL. Информационно-справочный сервис подготовлен местным университетом по заказу областного управления по развитию туризма и спорта. Приложение призвано стать виртуальным путеводителем и помощником для предприятий туристической сферы. Travel PVL довольно простое приложение. Пока оно доступно только на платформе Android. В главном меню есть список всех сакральных мест Павлодарской области, маршрутов к ним. Также можно найти места общепита, гостиницы и хостелы. Первая идет не короткая, краткая информация об области. Потом можно получить информацию по районам, где какие есть интересные места, где можно посетить, где какие эти... посмотреть музеи. А посмотреть в Приертышье можно многое. Например, пещеру Конер-Аулие или знаменитую гору Баба-Яга на озере Жасыбай. Для удобства пользователей приложение интегрировано с социальными сетями и сервисами навигации. То есть мобильное приложение связано с приложением 2GIS, с приложением Booking.com. То есть не выходя из мобильного приложения, можно будет сделать прямой звонок на ресепшн, можно построить маршрут, как добраться, и можно бронировать, например, номер в гостинице. Пока сервис дорабатывается, после завершения он станет доступен для скачивания в Play Market. В ближайшее время разработчики планируют разместить приложение в App Store для пользователей iOS. А в самых оживленных местах города разместить баннеры с QR-кодами приложения TravelPVL.